Студенты КФУ приняли участие в международной модели организации исламского сотрудничества. Существует ли площадка для продвижения всего секрета коммуникации в интернете? Знай свои права, гражданин! Научная деятельность в массы! Всем привет! В эфире Универновости, а в студии Карина Саяхова. В главном здании Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие Восьмого международного научно-практического конвента студентов и аспирантов. В этом году ключевой темой стала человекоцентричность права, рэперные точки и трансформации. Эта концепция ставит человека в центр правовой системы и подчеркивает необходимость учета его интересов, потребностей и прав в процессе создания и применения законов. На протяжении двух дней в рамках конвента пройдут лекции от ведущих ученых юридического факультета КФУ, мастер-классы от известных практикующих юристов, предметные олимпиады, а также показательное судебное заседание с участием действующих судей Республики Татарстан. Участники конвента студентов и аспирантов, которые здесь, из разных городов Российской Федерации, и в том числе, конечно же, студенты юридического факультета Казанского федерального университета, это будущее российской юридической науки. Поэтому очень важно поддерживать такие инициативы. Что касается тематики, то она действительно, с одной стороны, такая необычная, но с другой стороны, мы об этом очень часто говорим, человекоцентричность права. 26 ноября стартует второй молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества на базе Казанского федерального университета, где пройдет вручение премии молодых лидеров БРИКС и ШОС. В связи с этим было решено провести также открытие международной модели Организации исламского сотрудничества, ключевыми участниками которой стали студенты вуза. О мероприятии расскажет Валерия Карташова. 24 ноября на базе Института международных отношений Казанского федерального университета открылась международная модель Организации исламского сотрудничества. Торжественная церемония прошла в зале Попечительского совета КФУ, где в формате круглого стола собрались самые активные и талантливые студенты, профессора и преподаватели университета, а также иностранные гости, чтобы отметить особую важность таких мероприятий в условиях многополярного мира. С приветственной речью выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимир Ханалишев, который анонсировал работу по активному вовлечению студентов в политические и научные исследования и озвучил планы на будущий год. Надо отметить, что действительно университет часто проводит подобного рода мероприятия, связанные с моделированием работы различных международных организаций. В основном этим занимается Институт международных отношений. Мы увлекаем другие институты, зачастую Институт управления экономики и финансов ФМК. В данном случае это инициатива Института международных отношений. Мы имели практику проведения моделирования деятельности организаций, таких как ШОС, буквально недавно, неделю назад мы открывали, мы моделировали ООН, ЮНЕСКО и впервые мы моделируем работу организации ОИС. С напутственным словом выступили и эксперты из-за рубежа, представляющие дипломатические отношения с государствами исламского мира. Сама модель представляет из себя академическую симуляцию работы организации исламского сотрудничества, где студенты, как представители стран-участниц организации, участвовали в заседаниях и налаживали международные отношения в контексте стран ОИС. Модель полностью студенческое мероприятие. Мы только содействуем, помогаем студентам в организации данного мероприятия, потому что мероприятие организовано в рамках функционирования и при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках функционирования студенческого научного сообщества. То есть это модель не просто мероприятие, это мероприятие по поддержке студенческой науки. И, собственно, организаторами этого мероприятия и все самые функции на себя взяли студенты Институт международных отношений нашей кафедры. Программа международной модели организации исламского сотрудничества включает в себя активное участие студентов в работе моделей Исламской торгово-промышленной палаты, Организации исламских столиц и исторического комитета. По результатам насыщенной двухдневной работы состоится награждение призами самых активных участников. Генеральными партнерами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. 23 ноября в КФУ сортовала школа правовой безопасности без риска. Что нужно знать об Уголовном кодексе Российской Федерации? Почему закон о защите прав потребителей не работает и какими полномочиями обладает собственник? Это лишь некоторые из вопросов, ответ на которые участники узнали на лекциях преподавателей юридического факультета, а также практикующих юристов-выпускников Казанского Федерального Университета. Школа правовой безопасности без риска – это проект юридического факультета, который стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций Высшего образования Федерального агентства по делам молодежи 2023 года. В течение трех дней вплоть до 25 ноября будет проходить просветительский интенсив для татарстанских студентов по актуальным правовым вопросам, правовые риски в гражданских, трудовых, административных и иных правоотношениях, социальная защищенность учащихся по законодательству Российской Федерации, формирование устойчивости к деструктивной информации в интернете и другие. На самом деле у нас замечательные молодежь, у нас замечательные студенты вузов, которые не только юридических вузов, которые действительно хотят жить в стране, в городе, в республике, где действительно каждый уважительно относится к закону, где ты сам уважительно относишься к закону, соблюдаешь его и умеешь предотвратить те возможные риски, которые возникают и в социальной сфере, и в экономической сфере, и в сфере ЖКХ. То есть там, где мы с вами существуем, именно как гражданин, как горожанин, как просто любой человек, который живет и сталкивается с разными ситуациями. Времени не так много, но успеть нужно все. Именно поэтому уже в первый день участники совместно с руководителем проекта Ларисой Кирилловой в игровой форме разбирались в тонкостях образовательного законодательства и в том, какими правами обладают студенты. Цель проекта – повышение правовой грамотности, осведомленности молодежи, обучающихся вузов нашего региона, чтобы они знали о возможных правовых рисках, знали о своих правах, о своих обязанностях и могли при необходимости их защитить. В эти три дня ребят ждут просвестительские лекции в интерактивных форматах, которые посвящены основным правовым отношениям, с которыми сталкиваются обучающиеся. Это все, что касается образовательного законодательства, трудовых отношений, уголовно-правовые риски, гражданско-правовые отношения, защиту прав потребителей. Для определения темы школы мы специально беседовали с ребятами, спрашивали, а с какими проблемами вы сталкиваетесь, где вам нужна правая помощь. И вот на основании их ответов составили программу «Школы». Следующим спикером выступил доцент кафедры уголовного права юридического факультета Наиль Хабибуллин, который рассказал об Уголовном кодексе Российской Федерации, современных видах мошенничества и о том, что делать, если вы стали жертвой преступления. Есть основные, есть дополнительные наказания, есть те наказания, которые могут быть и основными, и дополнительными. Потому что в понимании обывателя, когда говоришь наказание, уголовное наказание, люди обычно говорят «тюрьма». На самом деле это один из немногих только видов наказания, и вообще это не наказание, это место лишения свободы. Хотелось бы немножко просто объяснить студентам, что наказание бывает самое разное, от самого мягкого штрафа до самого строгого, который применяется на сегодняшний день, это пожизненное лишение свободы, и что находится между ними. В течение двух дней студентов-юристов будущих блюстителей закона ждут лекции и интерактивы от ведущих практикующих юристов, которые поделятся своим ценным опытом работы и расскажут о секретах профессий, которые помогут в защите прав и свобод граждан. Инициатива реализуется при поддержке проекта «Росмолодежь. Гаранты». Партнерами проекта выступили Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России и юридическая фирма «Елилов Партнерс». Кристина Осёкина, Тимур Ахметов, Универ Новости. В Центре деятельности органов студенческого самоуправления иногородних студентов КФО прошла научно-образовательная школа актива студенческих научных кружков Республики Татарстан. Помимо знакомства с единомышленниками, каждый присутствующий смог узнать больше о студенческих кружках и их деятельности в целом. О том, как прошло мероприятие, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете успешно функционирует более 130 студенческих научных кружков. Для консолидации работы всех объединений в 2021 году была создана Ассоциация студенческих научных кружков КФУ. Несмотря на относительно маленький срок работы, всего год деятельность объединения уже приносит свои плоды. Помогает молодым, талантливым и амбициозным студентам раскрыть себя и внести в науку неоценимый вклад, который может стать основой для чего-то большего. 23 ноября в Центре деятельности органов студенческого самоуправления иногородних студентов прошла научно-образовательная школа «Актива» студенческих научных кружков Республики Татарстан, где студенты смогли объединить усилия за круглым столом и чуть более подробно разобраться в деятельности Ассоциации студенческих научных кружков. Мы очень тесно работаем вообще с институтами, с заведующими кафедрами, с преподавателями, с профессорами на то, чтобы выстроить вектор и развитие, и деятельность студенческих научных кружков. Конечно, это не происходит без участия студентов. Мы проводили стратегические сессии, мы видели презентации каждого института и выходили во все институты, потому что хочется, чтобы студенческие научные кружки на сегодняшний день стали одной из площадок для самореализации студентов. После небольшого вступления студенты разделились на равные команды и приступили к основательной работе. Их задачей стало выявление основных трудностей, с которыми могут столкнуться участники научных кружков. Поиск недостатков и сложностей поможет каждому присутствующему понять для себя, в какую сторону необходимо направить все свои силы, чтобы вывести популяризацию науки на следующий уровень. В программе мероприятия также были познавательные лекции, стратегические секции, мастер-классы и многое другое. Это мероприятие позволило собрать представителей студенческих научных кружков вузов республики. И это важно для того, чтобы представители наших студенческих научных кружков увидели, как проходит такая же работа в других вузах, на чем они работают. Это позволит создать междисциплинарные проекты и как раз поделиться своими знаниями, открыть для себя новые пути, открыть для себя новые точки развития. Напомним, что Ассоциация студенческих научных кружков как общественное объединение функционирует один год. Однако Казанский федеральный университет на протяжении многих лет является успешной средой, на базе которой работают и развиваются студенческие научные кружки различной направленности. К участию приглашаются все неравнодушные к знаниям люди, готовые на поиск новых решений и уникальных исследований в различных отраслях науки. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости. Есть ли такая интернет-платформа, на которую можно продвинуть любое видео, пост или рекламу? Руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Вячеслав Прохоров на свои лекции ответил на этот и многие другие вопросы студентов Казанского федерального университета. В современном мире так уж получилось, что социальные сети, в общем-то, являются неотъемлемой составляющей бытия, так же, как гравитация, так же, как атмосферное давление, так же, как осадки, которые либо есть, либо нет, но мы знаем, что не хотим промокнуть, берем зонтик условно. То есть социальные сети, это такая базовая, это то, что есть все, это не то, чтобы супер-хайп какой-то, они вот существуют. И, соответственно, поскольку там присутствует подавляющее большинство людей в том или ином качестве, надо, по крайней мере, понимать, как себя вести. Надо понимать, что такое цифровая гигиена, чтобы какие-нибудь там службы безопасности, какого-нибудь банка не увела у вас последние деньги с карточки, чтобы не слить свои пароли, чтобы злоумышленники все услышали, не показали переписки. И вот это все составляет в том числе и понимание того, а как мы коммуницируем с людьми в медиапространстве. Тема лекций была выбрана не случайно. Как утверждает сам Вячеслав Прохоров, большую важность в социальных сетях приобретает правильная коммуникация между совершенно разными людьми. Особое внимание спикер уделил теме популярности. Большинство просто не понимают, как правильно выстроить схему, чтобы добиться хорошего заработка. Идеи кончаются, сил не остается, а цели достигнуть нужно. На преградах и трудностях Вячеслав Прохоров заострил свое внимание, отметив, что добиться известности можно только благодаря упорному труду и самоотдаче. Я всем рассказываю, хочешь стать популярным, можно это сделать за один день. И тут уже начинается вот это закапывание в детали, в какую сторону, ну, чего мы хотим-то, собственно, и какими мы ресурсами обладаем для достижения этой цели. Ну и дальше, потому что запрос есть, вроде как есть ассоциация, что популярность равно много денег, но есть много мифов, которые тоже хотелось бы развенчать, что, ну, бывает в жизни ситуация, когда проснулся знаменитым и богатым, но обычно все-таки в реальности этому предшествуют дни, недели и годы пахоты, вот это боли, страдания, крови, пота и всего остального. Ну, я утрирую, конечно, в некоторой степени, но вот какой-то баланс приходится ловить. Отметим, что Вячеслав Прохоров в Казанском федеральном не впервые. На научном фестивале «Про наука» он прочитал лекцию про ВКонтакте, объяснил, что это за платформа и каким функционалом она обладает в 2023 году. Также он обратил внимание на некоторые особенности платформы и показал основные ее преимущества перед другими подобными в интернете. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Александр Кузнецов. Универновости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!